Добрый день, дорогие друзья. Как вы все, наверное, слышали, Госдума собирается принять закон о суверенном интернете. Законопроект сенатора Клишиса предопределяет создание технологии и инфраструктуры для работы интернета в пределах отдельно взятого государства. Законопроект предусматривает создание инфраструктуры, позволяющей обеспечить работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения российских операторов связи к зарубежным серверам сети интернет. Предлагаемые законопроектом меры также должны решить вопрос конфиденциальности передачи электронных сообщений между российскими пользователями. Естественно, что все пользователи интернета поняли этот закон однозначно. В сети вводятся цензуры. Речь идет об инициативе о глобальном контроле и полном цензурировании всего российского интернета. Однако уже сегодня российский интернет не является свободным. Роскомнадзор или прокуратура могут заблокировать любой сайт под ним только своим непрозрачным или вот даже специально абсурдным резоном. Пригожинские тролли и боты могут утопить любое обсуждение в дизлайках или в негативных комментариях по 11.80 за штуку. ФСС-шники кидают людей за решетку за лайки и репосты или даже за мемы. Даже если этот мем был под замком, даже если его никто не видел, даже если лайков и комментариев под ним не было. И теперь нам говорят, что интернет еще больше будут фильтровать от вражеского контента. А в угрожаемый период вообще отрежут пользователей в России от мировой сети. И ради этого надо потратить безумные миллиарды на подготовку автономной инфраструктуры и наполнение ее хреновым, но совершенно автономным софтом. Какой в этом смысл? Давайте разбираться. Нам часто приводят в пример Китай с его фаерволлом. Мы, мол, китайцы же построили суверенный интернет и все прекрасно работает. Только мы не Китай. У нас всего в районе 100 миллионов пользователей, а у них более миллиарда. Мы, как суверенный рынок, не особо кому интересны. А за Китай мировые гиганты типа Гугла бьются насмерть. Из России же, если им будет надо, уйдут без особых сожалений. Нас, россиян, к сожалению, очень мало, чтобы там Путин не говорил про успехи в демографии. Поэтому экономического смысла в суверенном интернете совсем нет. Мы не создадим своих гигантов IT-индустрии. Просто емкости вот этого нашего суверенного рынка не хватит. Это будет не суверенный интернет, а жалкий и немощный уродец. И тем немногим успешным российским интернет-компаниям, которые еще останутся, это пойдет не на пользу, а во вред. Так что мои соболезнования Яндексу. Если в суверенном интернете нет экономического смысла, то, может быть, есть смысл полицейский. Если речь идет об окончательной победе над поисковиками и социальными сетями, то их ведь и сейчас не так технически сложно заблокировать. Относительный неуспех блокировок телеграмма связан не столько с его особой устойчивостью, хотя он сделан неплохо, а как раз с нежеланием отрезать существенную часть сети. В этом смысле суверенный интернет не изменит ситуацию принципиально. Имеющихся инструментов и технологий вполне достаточно, чтобы заблокировать все и вся, если не считаться с издержками. Под издержками я подразумеваю невольные блокировки не только выбранных целей, но и других сайтов и аккаунтов. Но ведь и суверенный интернет будет блокировать не точечно что-то отдельно, а все сразу. Так в чем же дело? Вы скажете, в коррупции. И будете, конечно, в некотором смысле правы. Изначально авторы законопроекта говорили, что он не потребует затрат из бюджета, но потом говорилось, что все-таки 20 миллиардиков надо, и что они, мол, уже заложены в бюджете. Затем экспертный совет при правительстве сказал, что суверенный интернет будет стоить 134 миллиарда в год. Скорее всего, и это не окончательная цифра. И закон обойдется нам гораздо дороже. И деньги эти пойдут нужным людям. Так что приз здесь, в общем, конечно, большой. Есть из-за чего сражаться. Но только ли в безумном распиле тут дело? Да, деньги существенные. Но ведь вопрос, как этот закон преподнесли единственному реальному законодателю, Путину. Вот может он и правда готовится к тому, что не мы, а наоборот нас отрежут от мировой сети. Мы пытаемся защитить наше право жить в информационном пространстве, жить в этой сети, даже в случае, если кому-то это не нравится. Вообще примеров, чтобы какую-то страну отрезали от интернета, история пока не знает. Ну, только все сами выпиливались. Но такое действительно возможно. Если мы начнем, например, масштабную кибервойну с территории России, Ну, это как-то вот совсем глупо выглядит. Существует куча возможностей, чтобы это делать из других точек, не афишируя свою активность и не подставляясь под встречный серьезный удар. А значит, мы говорим о чем-то другом, не о киберпротивостоянии. Возможно, речь идет о подготовке к настоящей войне. Вот мы и добрались до сути суверенного интернета. В сборище бесславных ублюдков в тиши своих кремлевских и арбатских кабинетов обсуждают не мелкие онлайн-конфликты, а реальную войну. Не верите? Я вот тоже до поры не верил. Но посмотрите, например, это выступление главы Генерального штаба вооруженных сил. Главного стратега, между прочим, нашей армии. Выступление свежее, ему и недели нет. Соединенные Штаты Америки и их союзники определили агрессивный вектор своей внешней политики. Ими прорабатываются военные действия наступательного характера. Такие как глобальный удар, многосферные сражения. Используются технологии цветных революций и мягкой силы. Их целью является ликвидация государственности неугодных стран. Подрыв суверенитета. Смена законно избранных органов государственной власти. А теперь попробуйте это соединить с известным высказыванием самого Путина. Да, для человечества это будет глобальная катастрофа. Для мира будет глобальная катастрофа. Но я все-таки как гражданин России и глава российского государства. Тогда хочу задаться вопросом. А зачем нам такой мир, если там не будет России? То есть они всерьез готовятся шантажировать мир самоубийством. Нашим, общим самоубийством. Поэтому борьба за свободный интернет – это борьба за жизнь. Против всеобщей смерти. И неважно, какую роль в вашей жизни играет непосредственно сеть. Сейчас речь идет совершенно о другом. Проспект Сахарова. 10 марта. 14.00. До новых встреч, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok